Сегодня в выпуске Остров Невезения. Полностью всё отключается, совсем. У нас нет по полторы сутки света вообще. Жить с напряжением для них мечта. Выдти из комы. У нас прибывает 18 пациентов, и здесь мы в режиме реального времени можем исследовать. Спасти мозг – сверхзадача высокотехнологичной медицины. Остаться без копейки. Суммы до 50 копеек аннулируются. Мелкие монеты в налоговой уже не принимают. О событиях, явлениях, а главное о людях, точнее в ближайшие полчаса в студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Жизнь за городом не всегда положительно сказывается на нервной системе. Садоводы из общества «Липовый остров» в вечном напряжении. На даче они прописались. А вот выдержат ли электрические сети стольких потребителей, не поинтересовались. К чему это привело, покажет Дарья Власова. В садоводческом товариществе «Липовый остров» постоянно проживает 260 семей. Уже полтора года они не могут решить проблему с электричеством. Аварии случаются регулярно. Газ на даче не проведен, так что единственная возможность согреть дома тем, у кого нет печей, включать электробатареи. У нас проживают здесь три человека. Ну, бывает, сейчас внучки, внуки находятся. Но мы и холодно, мы даже близко сюда не идем. Чтобы не мерзнуть, когда нет электричества, семья Кулаковых приобрела бензиновый генератор. Правда, цена за тепло оказалась слишком высокой. Один только прибор обошелся в 20 тысяч рублей. А вот, конечно, с бензином, потому что он жрет, невозможно сколько. Ночь без электричества влетает в копеечку. 10 часов работы генератора обходятся в 500 рублей. Изрядно бьют по карману и постоянные перебои напряжения. За полгода сгорел холодильник, два телевизора и DVD-плеер. Тут как-то вообще скачок с напряжением был. Выбросили энергоизберегающих лампочек, 14 штук. 14 лампочек выбросили. С представителем стали разговаривать, мы возместим. Мы возместим, мы пришли, нет, у вас нет бумаг. Перебои напряжения происходят из-за слабой защиты. Местные электрические подстанции оказались не готовы к сибирским морозам. За последние годы туда полгорода переехало жить на дачу. Сейчас прописку разрешили. Почти все общества разрешённую мощность свою увеличивают в полтора. Ну, в общем, все. Поэтому, действительно, защита, которая стояла у нас, датимороза на головных теменских сетях, она не выдерживала. Половину нужно выселять в этом случае. После очередной аварии обслуживающие предприятия Тарманская центральная установила в обществе новую защиту. Обещают, что больше таких перебоев не будет. Однако в розетках напряжение, как и прежде, не больше 180 вольт, хотя положено 220. Дарья Власова, Максим Плюхин, Николай Комаров, Сибинформбюро. Тюменцы уверены, стоимость услуги должна напрямую зависеть от её качества. Пока же единственным мерилом в спорах между энергетиками и потребителями являются показания приборов учёта. Сколько электрощётчик намотал, столько и нужно оплатить. Сделать это можно как в операционных кассах, так и в интернете. Все необходимые приложения есть на сайтах ТРИЦ и Тюмени Энергосбыта. Часть потребителей, которые рассчитываются, как вы говорите, по старинке, это через отделение почты и Сбербанка. И часть это через сайт. Но через сайт с каждым месяцем количество потребителей всё растёт. Примерно на наш сайт в месяц заходит до 70 тысяч. Выяснить, сколько электроэнергии потребитель потратил в месяц, теперь не составит труда. Необходимая информация будет печататься в единых квитанциях. Внимательнее относиться к своим расходам, в том числе к кредитам, советуют юристы. Об очередной пирамиде в кратком обзоре событий. Центробанк обвинил Древпром в создании финансовой пирамиды. Она была основана на перепродаже займов с завышением кредитной ставки. За треть от суммы долга компания бралась решать банковские проблемы граждан, но гашение процентов происходило только после получения дополнительных дивидендов. Откуда у заёмщика, который уже имеет проблемы с кредитом, деньги на то, чтобы нести их в Древпром? Ответ очевиден, он перекредитовывается ещё раз. И когда это всё рухнет, он вместо одного негашённого кредита получит уже два или три. Тюменцы собирают деньги на реализацию проекта «Бэби-бокс». Это специальные приёмники для новорождённых детей, оказавшихся ненужными своим родителям. Проект нацелен на охрану здоровья младенцев и анонимность биологических матерей. В настоящий момент такого понятия, как анонимная сдача ребёнка, в законодательстве нет. То есть факт сдачи анонимной незаконен. Он нарушает права ребёнка, то есть в дальнейшем родители не будут оплачивать его содержание. То есть такой вариант законодательства мне предусмотрен. Напомню, «Бэби-боксы» уже предполагалось разместить в областном перинатальном центре. Но против инициативы резко выступил родительский комитет. Дошкалята и их родители отметили начало года культуры в России. Они стали участниками фестиваля национальных костюмов. Кроме одежды, детям и взрослым пришлось продемонстрировать знания родного языка, народных песен и танцев. На татарском мы, к сожалению, не говорим. Я сама довольно-таки, ну, разговариваю редко, но песни пою, как-то понимаю. Участники представили более 15 различных культур России. Чтобы прийти на фестиваль нарядными, некоторые тюменцы выписывали национальные костюмы с малой родины. Сейчас весь мир следит за новостями о состоянии здоровья легендарного гонщика Михаиля Шумахера. Из состояния комы пока не вышла и дочь Андрея Кончаловского, Мария. Сохранить качество жизни после травм и операций – задача высокотехнологичной медицины. Что дает надежду на благоприятный исход? Сюжет Анастасии Косымовой. Трубки и провода. Жизнь пациентов нейрореанимации без них невозможна. Люди в состоянии комы питаются, получают лекарства и даже дышат благодаря приборам. Например, инфузомат. Современная электронная капельница. Особо точный прибор, который дозированно в нужное время вводит препараты. Или вот, обычный с виду компьютер. Отслеживает состояние головного мозга. Здесь вообще идет непрерывное наблюдение за всеми жизненно важными процессами в организме пациента. Это часть работы врачей-реаниматологов. Чтобы делать ее, доктору не обязательно бегать из палаты в палату. Здесь выводятся в реальном времени показатели со всех мониторов в нашем отделении. Значит, у нас прибывает 18 пациентов. И здесь мы в режиме реального времени можем исследовать, смотреть и выявлять основные жизненно важные функции. То есть такие, как чистое сердечное сокращение, артериальное давление и сатурация. Еще несколько лет назад слово «кома» звучало как приговор. Большинство пациентов погибали. Сегодня врачи научились спасать таких людей. Но появилась новая проблема. Ведь изживить организм не значит спасти мозг, сохранить сознание и разум человека. Надежду дает развитие новых технологий. В нейрореанимации недавно появился новый прибор с трудным названием. Аппарат краниоцеребральной гипотермии. Установка охлаждает мозг пациента, тем самым защищая его. А это еще один шанс, что человек проснется и сможет, как раньше, думать, понимать, разговаривать, двигаться. Опыт использования гипотермии у пациентов, которые принесли остановку сердца и, соответственно, остановку мозгового кровообращения. Но потом кровообращение восстановилось. Данные такие, что почти половина пациентов, у которых была использована гипотермия, функциональное восстановление у них было лучше, чем у тех, у кого гипотермия не проводилась. Отчего случается кома и как устроен наш мозг, обыватель может в этом и не разбираться. Но есть то, что каждый из нас просто обязан знать, потому что эта информация однажды может спасти чью-то жизнь. У врачей есть такое понятие – терапевтическое окно. Это тот промежуток времени, когда медицинская помощь действительно эффективна, когда пациенту еще можно помочь. Например, при ишемическом инсульте это 4,5 часа. Нужно только успеть вызвать вовремя скорую. Только прямое общение чиновников с жителями поможет снять все точки социального напряжения. Как соблюсти баланс интересов власти и населения, Владимир Якушев рассказал в ходе пятого съезда Совета муниципальных образований. Губернатор отметил, что время полной зависимости муниципальной экономики от областного бюджета закончилось. А потому территориям стоит подумать о собственном вкладе в инвестиционную привлекательность региона. Так, благодаря Ишимскому заводу, наших коней знают далеко за пределами региона. Ставку на орловских рысаков заводчики сделали 15 лет назад, а теперь орловский фаворит в пятерке лучших племенных хозяйств России. Оксана Павлова подробнее. Этот конь подвоз, подводу и подвоеводу. Так охарактеризовал породу ее основатель граф Орлов. Это было 235 лет назад. Сегодня орловский рысак, он, если так сказать, заточен под русского человека, под его менталитет. Орловский рысак адаптирован с европейской части до Дальнего Востока и на севере он есть. Он абсолютно непривередлив и к содержанию, и к выращиванию, и к обращению. Разводить орловских рысаков в Ишимском районе стали 15 лет назад. Спустя три года хозяйство получило статус племенного репродуктора. Здесь лошади растут, а их спортивная обкатка происходит в отделениях хозяйства на ипподромах Тюмени и Перми. Орловский фаворит это не только супергенетика, но и здоровое питание. Ежедневно каждый конь должен питаться не только хорошим сеном, но и супер приготовленной кашей, которая состоит из трех ингредиентов. Это овса, отрубей и дробленки. Такой богатырской смеси коню нужно не менее 7 килограммов в сутки. И, судя по всему, это вкусно. Ну ты что? Брика. Уши на острые. Брикет, перескорбили? Опа, не дали. Не дали брикет, укажите его. Рысак по кличке Брикет в конюшне на особом положении. Он производитель. От понимания собственной значимости обладает незавидным характером. Остальные жеребцы просто дужки. Годовичок, жемчуг тоже, вороной, белые ножки, мордочка белая. Ласковые. Можно с ним подойти, поиграть, поговорить, погладить. Не укусить, не удариться. Татьяна Викторовна здесь водится с малышней и их мамами. Сейчас в конюшне 26 жеребят. Надо почистить, надо накормить. За каждую кобылу в клеточку загнать, поставить. У нас у каждой кобылы свое место. У жеребенка точно так же. Если стоят в паре жеребята, нам нужно знать, какой жеребенок с кем стоит. Потому что они потом дерутся. И это все надо запомнить. Драки случаются и у взрослых, но крайне редко. Ведь лошади – это добрые и верные существа. И подобрать те душевные могут даже подарить орловский поцелуй. Оксана Павлова, Евгений Пытько, Сибонформбюро. Это точнее. Спасибо, что вы с нами. Выпускников школ с этого года не будут поощрять с медалями. Так решило Министерство образования. Однако в Тюменской области обещают оставить награды. Губернатор Владимир Якушев уже дал поручение разработать региональные медали. Вернутся ли вместе с ними льготы и нужны ли они школьникам, выяснял Анастасия Лизаревич. Вот здесь хранится мой аттестат, медаль. Моя гордость школьная. В 1999 году медалист звучала гордо. Школу Елена закончилась серебром. Если бы не четверка за первую четверть по физике, аттестат был бы золотой. Но и эта медаль выпускница подарила льготу. Из двух экзаменов на матфак сдавала только один. А благодаря успешному старту в одном вузе решилась и на второе высшее – музыкальное. Сегодня за плечами медалистки шесть лет работы по специальности и покоренный пьедестал дельфийских игр. Медаль тебе в жизни помогла? Да, я думаю, что очень помогла, потому что вот эти успехи школьные, они вдохновляют на дальнейшее развитие, дальнейшее творчество. Первая медаль у нас была в 93-94 учебный год. За 25 лет работы 62-й школы ее стены выпустили 11 золотых и 45 серебряных медалистов. Здесь помнят и следят за успехами каждого. Выпускницу Лену Богданову зовут Штрапезникова, вспоминая часто. А однажды видела ее по телевизору. Талантам памятники ставить надо, уверен педагог. А потому возвращение медалей в тюменские школы считает правильным решением. Если человек получает медаль, значит он знает больше, чем все. То есть это все-таки человек был интеллектуально более развит. Из 2,5 тысяч поступивших прошлым летом в госуниверситет, больше 300 – медалисты. Но на блестящие аттестаты в этом, как и других вузах Тюмени, уже 5 лет не смотрят. Все льготы отменены. Нужный балл по ЕГЭ – единственный гарант поступления. Брать медалистов на бюджет без испытаний, как когда-то, институты уже не будут. Бюджетные места выделяет Министерство образования и науки Российской Федерации, а не области. Поэтому даже если они виноват медали, мы все равно не сможем выделить какие-то места. Ученицы 11-го А, Катя и Алена – палочки-выручалочки. Даже если весь класс к уроку не готов, эти девочки всегда все знают. Умницы и отличницы, как сказали бы раньше, они идут на медаль. Вот только золотой аттестат без льгот, как Олимпиада без побед. Человек 11 лет учился, он стремился, он заработал эти знания и эти оценки. А к вопросу о том, что в вузах правит балл ЕГЭ, говорят, его, в отличие от медали, внукам не покажешь. Анастасия Резаревич, Алексей Безделов, Сибинформбюро. Могут рассчитывать на региональные льготы и те, кто решил посвятить себя дошкольному образованию. В области начала действовать программа поддержки частных детских садов. Они будут получать то же финансирование, что и муниципальные. У них, конечно, должна снизиться родительская плата. Мы увеличили все нормативы на дошкольную образовательную услугу. При том, что мы установили нормативы на разные виды этих услуг. Скажем, если ребенок в полный день ходит, то это один норматив. От 18 до 27 тысяч в год мы на такого ребенка даем. В среднем родительская плата составит 2000 рублей в месяц. Это, безусловно, повысит востребованность частных дошкольных учреждений. И еще о финансовых расчетах. Копейки убрали из налогов. Теперь мелочь в инспекции не принимают. Потому моя коллега Карина Закирьянова задалась резонным вопросом, не уйдут ли мелкие монеты вообще из оборота. Эти цены не копеечные, но, собираясь в аптеку, все-таки стоит захватить с собой мелочь. Аптекари цифры на ценниках редко округляют. Специфика отрасли такова. У нас большинство лекарств относятся к жизненно важным, необходимым лекарственным средствам. И наценка у них регулируется государством. То есть, соответственно, на эту наценку выставляют процентное отношение к цене производителя. Именно с копейками она устанавливается. И хотя клиенты идут с крупными купюрами, сдачу требуют всю, даже самую мелкую. Потому всегда в кассе есть разменные монеты. Правда, большинству людей копейки не нужны. Их даже из налогов убрали. С 1 января внесены изменения в 52-ю статью налогового кодекса. Статья это о порядке исчисления налога. Добавлен пункт 6, согласно которому сумма должна исчисляться в полных рублях. То есть, суммы до 50 копеек аннулируются. Более 50 копеек и 50 копеек округляются до рубля. То есть, вспоминаем правила математики. А вот пеня по-прежнему исчисляется в копейках. И равна она 1,03 ставки рефинансирования на день задолженности. Избавиться, наконец, от мелких монет уже давно предлагает Центробанк и приводит весьма убедительные аргументы. Эмиссия монет низких номиналов является убыточным производством для Банка России. Так как затраты на чеканку такой монеты существенно превышают ее номинал. На выпуск монеты номиналом 1 копейка необходимо затратить 47 копеек. Эмиссия 5-копеечной монеты обходится в 72 копейки. Производство 90% монет в России убыточное исключение 5 и 10 рублей. Но о полной отмене никто не говорит пока. Тем более, что есть и те, кто на мелких монетах делает большие деньги. Не дремлют охотники за цветным металлом. Монеты номиналом 1 и 5 копеек чеканят из стали и покрывают мельхиором. Не надо быть экономистом, чтобы посчитать мешок мелочи, куда выгоднее нести в пункт приема черного и цветного металлолома. Но граждан призывают этого не делать. Лучше зачислить мелочь на карту, потратить в магазине или обменять в банке на крупные купюры. Регулярными клиентами по размене мелких монет являются ребятишки, которые приходят к нам со своими родителями. Свои сбережения из копилок они меняют и идут за долгожданными покупками. Как размен, так и пересчет монет у нас производится с небольшой комиссией. Так что выбрасывать мелкие монеты точно не стоит. Копейка еще сбережет вам рубль. По крайней мере, вы точно внесете свой вклад в регулирование наличного денежного оборота. Карина Закирьянова, Сергей Мякиш, Ведмитрий Ларичев, Сибинформбюро. Как сэкономить на ремонте или наоборот потратиться на самые передовые технологии? Все, что касается строительства и архитектуры, представлено на юбилейной выставке в Тюмени. Наталья Жукова побывала и помечтала о домике из ракушечника. Вместо красной ленточки трос, вместо ножниц гигантские кусачки. Да и все 180 участников, как на подбор, готовы помочь профессионально любому желающему в строительстве. Она проходит уже 20-й раз. Есть участники, которые участвуют всегда, наши постоянные участники, которым мы особенно, конечно, рады. Среди них группа компаний СБК, ДОКа в гражданском и промышленном строительстве. На юбилейной выставке представила новый материал – ракушечник. В областной центр его доставляют прямиком с берега Каспийского моря. Есть покупатели, есть опыт удачного строительства из этого материала. Как частных домов, так офисных зданий, так и каких-то сооружений, ну, скажем, культурно-бытового назначения. Мы построили шикарную детскую площадку замкового типа. Достаточно интересный объект получился. Павел как раз сейчас занимается проектировкой малоэтажного частного дома из ракушечника. Уверен, это удачная находка. Дышит материал, это раз. Во-вторых, в нем достаточно много солей, что для нашего дыхания положительно. То есть он для внутреннего использования, то есть вообще, чтобы дом дышал, материал очень удачный. Группа компаний СБК поставляет из Казахстана и другие материалы. Например, облицовочный кирпич, который соответствует стандартам и при этом стоит дешевле, чем у российских производителей. Наталья Жукова, Дмитрий Ларичев, Сибинформбюро. Для привлечения инвестиций в экономику правительство Тюменской области используют самые различные способы, в том числе организацию спортивных мероприятий и их трансляцию. Во-первых, регион становится узнаваемым. Во-вторых, бизнес-партнеров можно найти даже на трибунах арен. Я в качестве примера тоже могу привести, что мы с вами смотрим, да, биатлон, генеральный спонсор, там, компания Висман. Четыре года мы там их постоянно пытаемся затащить к себе, значит, на площадку в Тюмень, для того, чтобы они организовали производство. Ну вот, нужно сказать, что так получилось, что биатлонная площадка стала той коммуникацией, где мне удалось президентам Висмана эти взаимоотношения выстроить. То же самое те компании, которые сегодня находятся вокруг дзюдо. О спорте точнее в рубрике «Олимпийский ликбез». Сколько килограммов надевают на себя хоккеисты и какова скорость шайбы? О травмоопасной и зрелищной игре для настоящих мужчин Анастасия Макеева. Почему в хоккей играют настоящие мужчины? Ответить на этот вопрос просто. Достаточно примерить на себя амуницию спортсмена. Здравствуйте, это Анастасия Макеева и «Олимпийский ликбез». В среднем вес экипировки полевого игрока составляет 7 килограммов, вратаря – 10. С таким дополнительным весом нужно не просто кататься на льду, а выполнять сложнейшие игровые элементы, соревноваться и забивать голы сопернику. От него в том числе форма тоже защищает, ведь это один из самых травмоопасных видов спорта. Падение, столкновение и драки на льду – обычное дело. А вот страсти накаляются. Кто там у нас? Александр Радулов. Ледовые побоища делают хоккей зрелищным и интересным. Ну и, конечно, не стоит забывать про саму игру. Родоначальницей современного хоккея считается Канада. Как и много лет назад, на льду встречаются две команды. Задача каждой – поразить ворота соперника шайбой, используя при этом клюшки. Это своего рода боевое оружие игрока. Недорогие для любителей делают в основном из фанеры. А вот воину-профессионалу лучше раскошелиться на экземпляр подороже – из легкой древесины. Для прочности его покрывают специальным защитным слоем. Впрочем, даже он не спасает снаряд от поломки. А это происходит довольно часто, ведь скорость шайбы во время игры достигает 170 км в час. Только представьте, какой силой должен быть удар, чтобы так ее разогнать. И все же клюшку лучше беречь. Кто знает, быть может, через много лет вы сможете на ней хорошо заработать. Так, в августе прошлого года клюшка легендарного бомбардира НХЛ Уэйна Грецки с автографом ушла с молотка за 39 тысяч долларов. За медали в Сочи будут бороться 8 женских и 12 мужских команд. Состав сборной России опубликовали 7 января. Отметим, что игроков Национальной хоккейной лиги в нашей команде больше половины. Капитаном назначен играющий за Детройт Павел Дацук. В Сочи команда вылетает 6 февраля. Накануне церемонии открытия Олимпиады играть на групповом этапе будем со Словенией, Словакией и США. Это был Олимпийский ликбез. Скоро увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok